Привет, на связи Кротов Роман. В этом видеоуроке мы продолжим улучшать форму для отправки сообщений с сайта. В предыдущем уроке я показал вам, как подключить jQuery к библиотеку для того, чтобы отправлять данные с формы с помощью технологии Ajax запросов. Теперь я хочу сделать так, чтобы перед отправкой на сервер у нас проверялась информация, которая была введена пользователем для того, чтобы нам не отправлялись какие-то левые данные. Хотя бы на сервере у нас все и проверяется, то есть там в принципе проверяется заполненность поля, то есть пустое поле или нет, то хотелось бы сначала перед отправкой на сервер проверить типы данных и вообще заполненность полей. По идее, если правильно делать сайт, то проверку нужно делать и на стороне клиента, и на стороне сервера в любом случае, потому что клиент можно подделать, то есть всякое бывает, там хакеры, не хакеры, не важно, то есть на сервере обязательно должна быть проверка всех данных. Это такое золотое правило. Всегда делайте проверку всех данных на сервере, несмотря на то, что вы что-то там проверили на клиенте с помощью JavaScript. Это такая безопасность. Теперь по поводу самой проверки. Как я вам сказал, мы использовали библиотеку jQuery для отправки Ajax запросов. Эта библиотека позволяет легко и быстро писать JavaScript код с использованием коротких, простых функций. И с помощью дополнительных библиотек для этой библиотеки мы сможем улучшить функционал, просто скачав такую специальную библиотеку. Ее можно скачать в каталоге библиотек jQuery, то есть это дополнительный плагин для jQuery, который точно так же подключается, как сама jQuery, и его можно использовать. Я нашел такой клевый плагин jQuery Form Validator. Здесь в нем много различных правил, которые позволяют тщательнейшим образом проверить данные, которые вводит пользователь в форму. То есть она специализированно создана для того, чтобы можно было проверять данные. Смотрите, есть e-mail, пароль и так далее. То есть вот все красиво здесь проверяется. Вообще, зачем, в чем суть проверки именно с помощью таких библиотек, именно на клиенте? Это сделается для того, чтобы не загружать сервер какой-то проверкой данных. То есть сначала проверяется в браузере на компьютере клиента данные, которые он ввел в форму. Если они не верны, то они и не отправляются на сервер. То есть у нас не происходит лишняя работа сервера. А каждая лишняя наносекунда использования нагрузки сервера, она дорога. Ну, пока для таких простых, может, сайтов вы не особо это почувствуете. Но когда будете делать высоконагруженные проекты, то будет иметь значение любой мельчайший элемент. Поэтому сразу учимся делать именно грамотно и качественно. Итак, здесь есть пример формы, которая здесь проверяется этой библиотекой. Ну, давайте так. У нас используется здесь тег форм для того, чтобы здесь все работало у нас. Давайте тоже возьмем, сделаем тег форм. Вот как здесь на этом примере. Я просто скопирую. Вообще, я не вижу ничего такого страшного в том, чтобы что-то скопировать. Если это, тем более, пример в открытом доступе, зачем заморачиваться и писать все с нуля. Итак, то есть у нас здесь подключена библиотека jQuery версии 1.10.2. И нам требуется подключить библиотеку jQuery Form Validator. Давайте для начала ее скачаем. Ну, видите, здесь используется CDN этой библиотеки. Если честно, я вот не знаю, что это за CDN, стоит ли ему доверять, может, он завтра закроется. Поэтому я открываю вот этот URL правой кнопкой «Перейти по адресу», нажимаю в браузере Ctrl-S и сохраняю эту библиотеку в папку со своим сайтом. То есть это у нас папка JS. То есть, как мы договорились, мы складываем все JavaScript в специальную папочку JS. Сохраняем. Я считаю, будет так надежнее ее сохранить у себя, потому что это не Google. Это какой-то сайт, который не очень ему доверяет. Вот. Поэтому так я и делаю. Теперь по поводу подключения этой библиотеки я скопировал вот эту строчку. для того, чтобы указать сейчас просто путь к этой библиотеке. вот сохранить. Теперь эта библиотека подключена. Осталось в файле скрипт произвести настройку согласно документации этой библиотеки. Так, ну я здесь это закрою, потому что она у меня вылезла. Смотрите в примере, как это работает. Validate. Вот видите, есть специальный метод уже. Validate. Validate. Модули, которые подключаются к этой библиотеке. Когда модули загружены, suggest country, поддерживаемые страны. То есть есть список стран. То есть можно указать дополнительные параметры, потом длина максимальная и так далее. Итак, давайте посмотрим, какие данные у нас есть в этой форме. Отправки сообщений. E-mail, имя, телефон и сообщения. Посмотрим, какие нужны проверки. Во-первых, валидность e-mail. По идее, нужно проверять, валидно верно ли введено e-mail. Потом имя должно быть не меньше, к примеру, трех символов. Двух. Не знаю, какие имена будут с двумя символами. Потом телефон можно в каком-то формате проверять. Ну или просто, чтобы это были цифры только исключительно. И сообщения тоже минимальная длина. Можно также на наличие каких-нибудь ссылок в этом сообщении проверить, чтобы не было какого-то спама. Теперь у нас, вот видите, name, data, validation, e-mail. Вот это вот мы тоже скопируем. Окей. То есть, этот атрибут, username, password. Так. Country, user, presentation. Здесь 100 символов. Так. Ну, в принципе, то есть у нас в атрибуте указывается вот параметр проверки. Теперь посмотрим, какие у нас есть в документации в валидейтера. Вот он email address. Вот он, видите, data validation email. Дальше альфа-нумерик. То есть, если мы хотим, чтобы вводились только цифры, альфа-нумерик вставим. Если хотим, чтобы вводились только буквы, то вставим letter-нумерик. И обратите внимание, что это латинские буквы. По поводу цифр. Здесь должны быть только цифры для номера телефона. Ну, я такую проверку сделаю. Нам не нужно сложную какую-то там маску, типа скобочек, плюс и так далее. Пусть вводят только цифры и все. Далее. Что у нас еще есть? Data, email, numbers. Ну, вот номер. Вот можно даже так сделать. Потом. Length. Так, min 20. Минимальная длина. Давайте сделаем. Минимальная длина 2. Data validation. То есть, нужно еще дополнительные параметры. То есть, здесь мы проверяем длину. Минимальная длина 2. Вот. Data validation. Data validation. Length. Параметр. Дальше. Так, еще посмотрим. Перейдем к настройке. Setup and configuration. Setup. И здесь возьмем вот этот пример, который позволяет нам... Ну, давайте сразу здесь буду писать. Сделать проверку формы. У нас здесь форма. Написано ID registration form. Мы просто напишем форму. Что у нас не форма регистрации. Это ID attribute. Знаете, что такое атрибуты хотя бы. Вот. То есть, мы указываем, что у нас проверяется форма с ID form. Дальше. Какие у нас есть параметры. Configuration. Опции. Опции конфигурации. Вот. Есть здесь всевозможные параметры. Потом. Загрузка модулей. Data нам не нужна. Cessority нам не нужна. Тут есть события. А когда модули загружены. Дальше. Вот. Форма в альдаче. Ну, например. Callback. OnError. Вот. Смотрите. Мы можем сделать события. OnError. Так. Вот. Отлично. Теперь здесь onSuccess. Тоже я сделаю. То есть, здесь у нас будет alert. И onValidate. Тоже событие при проверке. Ну, давайте еще вот это вот событие сделаем. То есть, это все у нас событие, которое происходит в момент проверки форм. То есть, здесь можно также еще более тщательно прослушивать каждое поле. Вот. Листинеры. Когда у нас производится какое-то действие с полем. Здесь перед валидацией можно сделать какое-то событие. И в момент валидации можно сделать какое-то событие. Можно это все вот тоже скопировать, чтобы отображать в логин. Ну, консоль лог. Я вам позже покажу, пока суть не в этом. Здесь есть у этого плагина также возможность поддержки CSS фреймворка Bootstrap 3. Я не знаю, знаете вы про него что-то или нет. Но это очень удобная штука. И она позволяет классно все это оформлять красиво. Но об этом чуть позже. Вот видите, у нас пишет некорректный e-mail адрес. Пишет причем на английском. Хотелось бы включить русский. Для того, чтобы ввести свое собственное сообщение об ошибке, для конкретного поля используется атрибут Data Validation Error MSG. В нем я написал на русском языке. Для поля e-mail введите верный e-mail. Давайте проверим. Обновим страницу. Пишет на русском языке. Отлично. Теперь сделаем то же самое для остальных полей, которые мы проверяем. Здесь, допустим, слишком короткое имя. Нужно от двух символов. Дальше. Здесь для числа мы напишем, допустим мы только цифры. Здесь можно даже указать для эффективности Type Number. И следующее, что мы сделаем для сообщения. Мы можем проверить, чтобы минимальная длина точно так же была, допустим, 10 символов. Ну ладно, 20. Хорошо. Сообщение должно быть длиннее 10 символов. Отлично. Сообщение должно быть длиннее 10 символов. Хорошо. Давайте пройдем проверку. Имя слишком короткое должно быть от двух символов. Собственно, ничего кроме цифр при указании атрибута Type равное Number я ввести не могу. Это очень удобно. То есть я вот ввожу цифры. Далее сообщение пишет, что нельзя. И вот только в этом случае у нас все верно, без ошибок. Теперь давайте сделаем вот что. Мы проведем эту проверку формы в момент нажатия на кнопку Click. Как это сделать? Здесь есть в документации jQuery Form Validator пример, который я хочу здесь применить. Смотрите, есть здесь Check Form. Скорее всего, какая-то кнопка. И событие OnClick. То есть при клике на нее мы здесь создаем массив. Смотрите, создадим массив. То есть при клике создаем массив. Далее, если у нас это будет неверно, то мы вводим ошибки. Иначе мы делаем какие-то действия. Давайте сделаем что-то подобное. Эти параметры здесь я не буду указывать, они не нужны. Далее, у нас есть ID у формы. То есть мы проверяем всю форму. Если у нас она не валидна, то есть из Valid метод. Если не валидна, то мы будем писать, выводить ошибки. Если она валидна, тогда мы будем выполнять Ajax запрос. То есть вот в этом случае мы здесь сделаем Display Errors. Вот. Теперь давайте посмотрим. Я обновлю страницу. У нас открыта консоль запросов и консоль JavaScript. Пробую нажать на кнопку отправить сообщение. У нас пишет, выделяет эти, как видите, поля красненьким. И здесь, кстати, пишет Display Errors Not Defined. То есть вот эта функция у нас не обработана. Еще раз. Сохраним. Так. То есть никаких ошибок нет. У нас ошибка в форме. Пишет, что поля не заполнены. Обратите внимание, что не было выполнено никаких Ajax запросов. Это хорошо. То есть при таком случае мы не нагрузили сервер ни на секунду. Теперь давайте-ка я заполню все поля. Он пишет, что опять что-то не то. Меньше 10 символов. Вот я ввел. Тут, кстати, идет вывод в log события, когда проверяется что-то. Я его очищу этой кнопочкой Clear. Нажимаю отправить. Все. То есть когда у нас форма верно заполнена. У нас обрабатывается кнопка отправить сообщение. И Ajax запрос отправляет данные на сервер. Где уже мы можем дальше выполнять какие-то проверки. Сделать точно такие же проверки на языке PHP. Для того, чтобы проверять еще и на сервере. Я считаю это безопаснее и важно делать проверки именно везде. И на сервере, и на клиенте. Итак, теперь посмотрим, что же здесь есть. Вообще вот эти вот все события и параметры форм валидатора. У нас есть события, которые происходят при ошибке. В принципе, я их здесь не использую. Это можем удалить. Он success. Тоже у нас, как видите, ничего не произошло. Он validate. Тут мы пишем. Здесь какое-то можем событие произвести. То есть вывод какого-то JavaScript. Это тоже на ваше усмотрение. Он элемент validate. Вот то же самое, что происходило, как вы видели в консоли. Вот. Input. Поле такое-то. Is valid. Или no valid. То есть как раз тут выводится в консоль результаты проверки каждого из полей. Это можно как-то использовать для того, чтобы допустим навешивать CSS классы на конкретное поле. Галочку там показывать. Картинку скрывать или показывать с помощью CSS классов. И так далее. Это уже на ваше усмотрение. Я это закомментирую. Вы можете этот процесс сами дальше продумать, проработать и допустим какие-то поля улучшить. Красивее делать или некрасивее. Как вам удобно. Вот. В принципе все. Давайте еще раз. То есть все работает без тех данных, которые я... Вот без тех методов, которые я делал. Меньше 10 символов. Все отлично. То есть вот таким вот образом работает у нас проверочка. И вы можете спокойно теперь использовать этот плагин, который вы можете скачать. Formvalidator называется. Можете в гугле его найти. Можете просто вбить адрес formvalidator.net и его использовать. Напоминаю, что он использует библиотеку jQuery. Вообще по работе, по разработке сайтов я более глубоко все это рассматривал в своем курсе Master PHP. Те, кто его осмотрел, те знают и знакомы с ним, с этими всеми элементами. Если вы хотите какие-то еще дополнительные уроки, пожелания, пишите в комментариях. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. На этом все. На связи был Кротов Роман.